Всем привет! Это снова я, Маша Странная. И как я говорила уже в предыдущем видео, мне необходимо очень быстро сделать какой-то подарок, потому что приезжает моя подруга из Бельгии. И как всегда в подарок я что-нибудь делаю своими руками. И сделаю, пожалуй, я вот такую картину витражную, только вместо кленового листика будут березовые. Скажем так, добавим немножко России. Рамочка запаяна. Припаяю также вот такие петельки. И только будет, наверное, не цепочка, а сделаю кожаный ремешок. Вот. Ну что, давайте приступать. Что нам понадобится? Ну, конечно, паяльник. Желательно помощнее. У меня 40 ватт. По-моему, да, 40 ватт, можно 60 ватт. В общем, чем мощнее он, тем лучше. Петли я буду использовать раздербанью, такие подвесы. Беру металлическую планочку, оставлю только саму петлю. Что еще? Плоскопульпции, кисточка, наждачка. Это для паяльника чистить губка смоченная. Сейчас немножко расскажу про стекло. Можно не заморачиваться. На самом деле я не покупала стекло. Я раздербанила, у меня была рамка. И там было стекло, не пластик, а стекло. Вот. У меня просто есть немецкий стеклорез. Мне кто-то отдал. И я порезала стекло. Получилось у меня не с первого раза, скажу честно. Я так нормально раскокошила не одну рамку. Вот. Ну, а вторую рамку получилось разрезать на много кусочков. Вот. Получился такой размерчик. Небольшой. Вот. Нам понадобится сейчас две половинки. Скажем так, конечно, конечно, идеально бы иметь еще станочек полировальный с водой. Там вода поливается, фреза, которая обрабатывает это все. И ничего не летит. Вот. У меня такого нет. Он стоит, как чугунный мост. И так как я не занимаюсь этим профессионально, я не продаю эти штуки, я не буду обрабатывать край. Вот. Запаяю так. Конечно, надо очень аккуратно, я даже сейчас надену перчатку. Колотое стекло очень острое. Начнем мы с того, что возьмем жижу для мытья стекол. У меня вот такая обычная. И протрем две стороны. А. Чтобы стекло у нас было чистое. Вообще, конечно, засада, особенно когда есть животное. Пылинки и шерстинки все равно притягиваются, как магнитом. Вот. Это одна часть. Кладем ее, не трогая пальцами. Внутренность. И выкладываем наши листочки в композицию, как это будет. У меня с прошлого года остались такие листочки. И выстраиваем композицию так, как нам нравится. Желательно при этом не заляпать стекло пальцами. Мне нравится как-то так. Теперь берем вторую часть. Точно так же обрабатываем ее жижей для мытья стекол. Смотрим, чтобы не было ни пылинок, ни отпечатков пальцев. И закрываем, пока не налипла пыль, наши листики. Все. Можно сказать, самую сложную часть мы сделали. Теперь нам надо зафиксировать нашу рамочку. Я буду использовать такую прищепку. И вот такую. Не знаю, где-то все растерялись прищепки. Но это не имеет значения. Главное, чтобы их было несколько. Если вдруг увидели какой-то мусор, пока вы не запаяли, есть возможность его выдуть. Все. Вот зажали хотя бы две стороны. И, в общем, такая у нас композиция получилась. Теперь нам понадобится такая медная фольга. У меня тут два размера. Мы возьмем... Теперь нам понадобится вот такая медная фольга на самоклейке. Отмеряем нужный нам кусочек. И желательно ровно приклеиваем с двух сторон. Но забыла совсем. Перед тем, как это делать, надо обработать спиртиком. Чтобы обезжирить поверхность, чтобы липкая лента приклеилась на 100%. Нам надо разгладить фольгу, чтобы она хорошенько прилипла. Я использую вот такой сликер. Вот. Хорошенько все прожали. И теперь повторяем то же самое с обратной стороны. То есть, получается, фольга у нас идет внахлёст. Все, теперь проделаем все то же самое со всех сторон. Так, ну что, я закончила. Вот получилась наша рамочка. Все тщательно приклеила. Значит, теперь мы ставим разогреваться паяльник. И пока он греется, я хочу как раз подготовить наши две петельки. Они покрыты покрытием. Вот. И нам надо его зачистить, чтобы патина потом нормально все окислила. Для этого подойдет обычная наждачка. Готовим наш припой. Я специально вот так его выгибаю, чтобы было удобнее брать наконечник. Так, и, конечно же, нам понадобится флюс, чтобы припой хорошо скользил по нашей рамочке. Его потребуется немного. Наносить можно обычной кисточкой или ватной палочкой. Значит, наносим кислоту. Стараемся не задерживаться на одном месте. Чтобы припой равномерно положился. Не забываем последствия защиты. А сейчас будет самое сложное. Это припаять петли. Ну вот, пайка прошла. Петли мы припаяли. Теперь нам останется снять лишнюю кислоту и очистить стекла. Возьмем спиртик, салфетку. Так, и теперь будем патинировать. Берем патину. Патина черная у меня. Как видите, пайка вступает в реакцию. И на глазах чернение происходит. Ну что ж, убрали лишнюю патину и остался последний штрих. Навести лоск это пройтись, опять же, средством для мытья стекол. Сразу другое дело. Стекло стало прозрачным и выглядит вполне себе симпатично. Значит, последний штрих остался это подвес сделать. Я буду делать его из кожаного шнура. Вот у меня есть такой кожаный шнурок. На одном конце есть карабинчик, а на втором нет. Но мы это сейчас исправим. Ура! Наконец-то получился наш гербарий. По-моему, очень даже симпатично, необычно. И листики русской березы навсегда останутся в стекле. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока!